Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает лападом и говорит и показывает он в основном о детской литературе. Но это не совсем так. Вот появление данной книги в моем блоге может показаться случайностью или прихотью только человеку, который не знаком с моей работой. Дело в том, что я занимаюсь продажей и рекламой книг в небольшом издательстве. И, конечно, мне-то как раз эта тема профессионально интересна. Оказывается, пока мы тут Пашем, как Пашеньки, когда себя не жалея гробимся в офисе, и не только в офисе, люди учебники пишут по нашей жизнедеятельности, так сказать, и обозревают с научной точки зрения все то, что происходит, собственно говоря, в сфере книжной промышленности и книгоиздания в наши дни. Итак, два автора. К огромному нашему сожалению, Федора Сергеевича Капица уже нет с нами. Совсем недавно умер этот прекрасный ученый, человек, который... Это сын знаменитого Капица. Федор Сергеевич Капица – это изумительный совершенно человек. И я горжусь тем, что несколько раз... Мы не были близко знакомы, но мы разговаривали хотя бы на профессиональные темы, встречаясь на книжных обзорах, встречаясь в Московской городской деловой библиотеке на ВДНХ. И, конечно, его мнение очень ценно для меня. Те книги, которые он упоминал, и те вещи, о которых он говорил, это действительно было взято на заметочку, на карандаш, что называется. И вот, значит, коллеги Капица написали книгу с названием «Медиастратегии современной российской прозы. Механизмы формирования читательского спроса». Здесь очень важны все составляющие части названия. Значит, издательство УРС – это университетское издательство, оно специализируется на учебниках для высшей школы и научной литературе. И вот эта книга как раз научная. Я здесь нашел отражение своей собственной работы, потому что здесь постоянно упоминаются авторы и издательство «Время», в котором я работаю. Это очень приятно. Это говорит о том, что наше присутствие на современном медиарынке и в современном медийном процессе, связанном с негоизданием, очень значительно. И, по крайней мере, отмечено не только журналистами, критиками, но и уже аналитиками, учеными. Вот прекрасная страница 154, где показана пример рейтинговой таблицы бестселлеров. Значит, бестселлеры серии «Время детства». Наша серия приведена в качестве иллюстрации. Приятно, черт возьми. Здесь очень много такого. Здесь мы встретимся и с авторами, и с изданиями. Ну, все-таки основной этот материал строится на, так сказать, хитовых именах и произведениях. Вот. А в отношении издательства «Время» в этой книге в основном информация по премиальным историям того или иного произведения. Потому что шортлистеры и, значит, вауреаты огромного количества премий постоянно издавались и издаются в издательстве «Время». У нас такое количество вауреатов и, значит, участников шорт- и лонг-листов, какого еще поискать, да. Это важно, потому что современной качественной прозой российской мы занимаемся давно, много лет и так далее. Значит, Калевич и Капица рассказывают о медиа-стратегиях современной российской прозы. Это значит, что у нас существует жанровое определение – художественная литература, художественная проза и некие медиа-стратегии, которые ее сопровождают. Потому что само по себе произведение – это всего лишь набор букв. Это текст, который в вакууме не существует. Он существует в медийном пространстве. И вот какая-то стратегия по продвижению, по, значит, распространению этого текста, по его бытованию, в принципе, в информационной сфере, значит, как он проходит через все вот эти стадии, да, и критического осмысления, и популяризации, и, значит, забвения, возможно. То есть там целый же, как бы, пассионатный график выстраивается, да, для каждого произведения. Здесь уже медиа-стратегии современной российской прозы показаны в прикладном применении. Для людей, которые потом будут этим заниматься профессионально. Не вздумайте читать эту книгу, товарищи студенты, ни за что и никогда не составляйте мне конкуренцию, когда вы пуститесь из вузов. Вот, мне и моим коллегам. На самом деле в этой книге эти самые механизмы формирования читательского спроса очень четко сформулированы. Здесь есть все жанры, все ресурсы, интернет, значит, бумажные технологии, которые от рецензии до обзора рейтинговой таблицы, премиальные истории, значит, литературно-критические обзоры, всевозможные интерпретации, которые претерпевает текст, когда начинают заниматься уже люди разных профессий, связанных с книгами. Все это анализируется, и выстраивается очень интересная картина. Во-первых, эта картина говорит о том, что у нас медиа-стратегии есть, и у нас это медийное поле вокруг художественной литературы, оно в России есть. Во-вторых, эта картина говорит о том, что читательский спрос у нас успешно формируется. Есть доказательства этому, есть прекрасные истории, рассказанные по поводу отдельных книг. Каких, не буду пересказывать. Почитайте книгу, увидите сами, какие примеры приводят авторы, значит, в отношении некоторых вещей. Здесь есть все те, скажем так, сферы, где бытует современный художественный текст. От толстых журналов до интернет-ресурсов и частных страничек отдельных критиков или даже блогеров. Здесь есть отдельные рекомендации для тех, кто хотел бы заниматься в той или иной сфере. В принципе, эта книга, конечно, учебное пособие. Более того, она содержит некоторые важные ключи к пониманию того, как этот самый спрос формировать. Очень своевременная, актуальная литература. Еще раз повторюсь, дорогие господа студенты, уважаемые господа студенты, ни в коем случае не читайте эту книгу, потому что она содержит в себе ответы на очень многие экзаменационные вопросы. Издательство УРС, читайте. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.